В городском округе начались работы по высадке цветов. Теперь улицы, аллеи и другие общественные пространства украшают однолетние растения. Подробнее смотрите в нашем сюжете. Целлозия метельчатая, бегония вечноцветущая и колиус. Этими цветами украсили территорию возле вечного огня. В видах саженцев Александра Фролова, специалист садового центра, разбирается на профессиональном уровне, изучала агрономию. Нужно сначала пробить ямку и посадить туда корневую систему полностью с комом, закопать и прижать. После этого производится полив, и все это благополучно дает корешки, и растет, цветет, радует глаз. Для посадки декоративных растений разработаны специальные нормы. На один квадратный метр можно разместить до 60 однолетников. Рассаду выращивают в теплицах. При правильном уходе в городе цветы хорошо приживаются и радуют глаз. Город становится красивее, ярче. Не скажу, что тут много туристов, но если даже кто-то будет приезжать, они все-таки увидят, что тут красиво, и все-таки кому-то посоветуют. Общая площадь посадки более 3930 квадратных метров. Украшать город будут колеусы, цинерарии, бегонии, тагетисы, кохии, агератумы и пеларгонии. Это благоустраивает наш город. Город принимает эстетический вид. Становится приятно гулять по улицам. Очень красиво стало. Всего в городском округе высадят около 236 тысяч цветов по 45 адресам. По пяти проведут работы по вертикальному озеленению. Дополнительно установили шесть цветочных конструкций дерева. Радует то, что на улице сажают много цветов. Очень красиво всегда. Очень приятно смотреть на цветы красивые. Они бывают всегда равные. Уже сейчас цветочное оформление украшает еще один мемориал – аллею памяти на Куракинской улице. Однако в округе участились случаи вандализма. Неизвестные выкапывают цветочную рассаду. Нарушителей выявляют благодаря камерам видеонаблюдения, а материалы передаются в правоохранительные органы. Айтадж Чирагова, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.